Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наиболее явные изменения прослеживаются фонетики, заимствованные лексики, хотя их семантическая структура также зачастую подвергается деформации. Отдельные слова сохраняют первоначальную семантику, в то время как другие частично, а иногда полностью ее меняют. У некоторых заимствований можно наблюдать сужение или, наоборот, расширение первоначальных значений. Подобная ситуация произошла, например, с турецким словом «позсоль», который после заимствования диалектом полностью поменял свою семантику, в значении слова «позсоль» в иракском диалекте плевать на него. Считается, что это произошло во времена, когда все товары, кроме соли, облагались налогом. При проезде через посты, взимавшиеся налоги, право отцов соли пропускали без оплаты. Активное проникновение в иракский диалект турецких и персийских заимствований, прежде всего, объясняется соседующим географическим положением Ирака, Турции и Ирана. Известно, что первые персизмы встречаются еще и в произведениях доисламских поэтов. С распространением ислама, а также с появлением мест религиозного поклонения шиитов в Карбале и Неджифе, взаимопорядновение заимствованной лексики значительно увеличилось. Первые зафиксированные туркизмы начинают проникать в арабский язык с XII века. Однако наиболее активное заимствование турецкой лексики в иракском диалекте происходило в период господства Османской империи на этих территориях. Как турецкое, так и персидское заимствование в иракском диалекте могут быть объединены в следующие лексико-семантические группы. Первое. Название посуды и предметов быта. Наиболее количество турецких и персидских заимствований входит в эту группу. Туркизмы – чаталь, вилка, хащу, галочка, дошек, матрас, тоц, пыль, папа, крыша, айма, фарш. Турцидмы – чавчир, чумовка, чемча, поварешка, ченгель, вилка, черпая, кровать, кури, чайник, щобок, скалка, черчу, парама, табар, топор, зулия, дорогой ковер. Второе. Описание человека. Обычно употребляется с издевкой, сарказмом, злой иронией. В туркизме – шакандахи, щитник, чалеби, знатный человек, бичем, физиономия. В турецком – в значении форма. Зангин – богатый, афарен – молодец. При заимствовании произошло чередование звук М с Н. В турецком – афарен. Титулы обращения в настоящее время используются в доле иронии. Паша – воинский чин, Паша. Бек – господин, афанди – господин. Ава – господин. Ханем – госпожа. Ханем – госпожа. Персизма – духу, толстяк, запачь, старик, зинджар, смоклокожий, с отрицательной окраской, ну, как ржавый. Чагра – физиономия. В персизском – семантика слова – положительное значение, слово – лицо. Третье – продукты питания и напитки. Туркизмы – армут, груша, персизмы – кишмиш, шира, сироп, гауджа, сливы, мела, фрукты. Четвертое – предметы одежды. Туркизмы – посталь, солдатские сапоги, кат, комплект одежды, персизмы, бабушки, тапочки. Пятое – сооружение туркизмы – джадда, проспект, сарай, персизмы, стердап, подвал, медан, площадь, пак, арка. Был заимствован благодаря памятнику на территории Ирака эпохи сасанидов – пак Кесра. Четвертое – отвлеченные понятия туркизмы – калабалах, шум, персизмы – дарит печаль, намус, совесть, чара, решение, матча, страстный поцелуй, майана, неформально. Дад – призыв на помощь, животный мир – персизмы, буль-буль, соловей. Восьмое – предметы туркизмы – джам, стекло, памчи, плетка, памга, печат, сопа, обогреватель, папу. Документ о праве собственности – персизмы, карат, бумага, ленга, старые вещи, старые, хорда, мелочь о деньгах. Интересно отметить, что заимствованная лексика в арабском языке в основном представлена именами-существителями. Однако в арабском диалекте можно встретить различные части речи. Например, глаголные формы с производными, это глаголными именами или причастными. Персизмы – каакаль, завивать волосы, каакуля – завиток, кафаш, хватать за волосы, кафша, растрепальность волос, кауак, ищить большими стёжками или нервировать макук нервозный о человеке. Имена прилагательные – туркизмы, бош, пустой, мауи, голубой или синий, персизмы, табэнк, глупый, магрут, несчастный, с гортий, холостой, назук, нежный, сада, однотонный или без примеси. Отдельно следует упомянуть Алексею Хош, «хороший». Несмотря на то, что по семантике она может быть отнесена к именам прилагательным, её употребление в диалекте нельзя назвать стандартным. Слово используется при позиции к определяемому, что является для арабского языка исключением. Например, «хошиктап» – хорошая книга, «хошфильм» – хороший фильм. Вопросительная частица, персизмы «хо», «разве», «ли» совпадает по семантике с вопросительной частицей литературного арабского языка «эль». Интересно отметить, что первоначальные значения слова «хороший», «приятный», однако в иракском диалекте его семантика полностью изменилась. Наречия туркизма «белькетбельки», «возможно», «может быть», «яваш», «медленно», «частицы», «пирсизмы», «хам», «хаммер» – тоже так же. Суффиксы, которые несут определенное значение. «Сыз» указывает на «исусве» что-либо. «Адапсис» – невоспитанный, «дамахсис», «глупый», «безмозглый». «Чи» указывает на имя деятеля, «арабанчи», «повозчик», «фитарчи», «автослесар», «утачи», «владильщик». Некоторые из этих форм впоследствии стали частью известных фамилий, например, «шекарчи», «льпачачи». Эракция диалекта, как любой разговорный язык, продолжает постоянно меняться, воспринимая и ассимилируя новую лексику. Иногда адаптируя ее под нормы арабского языка, а иногда сохраняя без изменений. Так, например, некоторые заимствованные лексимы получают окончание свойственно диалекту. При образовании форм минусственного числа, получается у нас, форм минусственного числа в иракском диалекте отличается от аналогичной формы в литературе в арабском языке. Отдельные лексимы получают еще более нестандартные формы. Например, слово «чархачи», «ночной патруль» присильского происхождения, но при этом имеет суффикс, заимствованный из турецкого языка «чи». В иракском диалекте этот суффикс традиционно используется у существительных указывающих народ деятельностей. На сегодняшний день проникновение новых туркизмов и курсизмов в иракский диалект значительно сократилось, хотя уже заимствованная лексика все еще очень употребительна. В то же время ангелицизмов объяснимо становится все больше. Тем не менее, влияние языков соседних стран все еще встречается. Например, в Ираке среди шиитов было зафиксировано употребление исходно-арабской фразы с персистским произношением и изменением синтаксиса. Ани Мухаммад Салават. Вместо арабского Ани Саллу Аннаби. «Дорогие люди, вонесите молитву пророку». Процесс прогневения и адаптации заимствованной лексики является одним из воздействующих источников пополнения словарного состава языка. Как отмечал Реформатский, нет ни одного языка на Земле, в котором словарный состав относился бы только своим исконним словами. В каждом языке имеются и слова заимствованные, и наязычные. В разных языках и в разные периоды их развитие, развитие процентов этих не своих слов бывает различными. Изучение заимствованной лексики в той или иной или ином языке является актуальной общеполитической, простите, общей лингвистической задачей и позволяет глубже понять характер и степень взаимовлияния народов и культур на почве политических, торговых, экономических и региональных отношений. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие есть вопросы? Какие комментарии? Можно вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо огромное за очень интересный доклад. Вот вопрос такой. Фиксируется ли в Ираке корреляция между частотностью проникновения тюркизмов и, как сказать, персизмов в иракские идеолеты в зависимости от географической близости той или иной местности иракской к Турции, соответственно, и к Ираду? По идее, так должно быть, но так ли это фиксируется? Простите, а можно еще раз? Там просто пропадайте, и вас не видно хорошо. Скажите, пожалуйста, фиксируется ли корреляция между частотностью употребления тюркизмов и персизмов в разных иракских говорах в зависимости от географической близости той или иной иракской местности к Турции и Ирану? Ну, вот, например, ближе к Ирану, ближе к границе больше, допустим, персизмов и, наоборот, ближе к Турции, ну, скажем, в мосульском диалекте, например. Ну, я, понимаете, вот, ближе к Турции, то там Курдистан, но там они говорят же на курдском, они не на арабском говорят, поэтому там курдский я не знаю, я не могу это сказать. Но я знаю просто вот насчет частотности, я знаю, что там больше, просто когда я занималась этим, больше, персийские слова, персизм больше, чем турецкое, вот, именно в диалекте. Спасибо. Пожалуйста, тем более там это и шииты, и сейчас, тем более, вот сейчас очень много людей из Ирана, ну, сами, если, конечно, знаете сейчас, что творится. И вот это последнее выражение, которое я вам сказала, там вообще сказано даже не только там, это даже и фонетически неправильно говорится, это просто уже искажают язык до такой степени, а не как тут с персидского языка. То есть можно сказать, можно сказать, что вообще вот за последние лет 10 поток влияния персидского языка усилился? Вообще вот в Ираке после Саддама Хусейна? Понимаете, ну, как усилился, просто вот и стали говорить, просто они приезжают, они не знают арабский хорошо, они говорят со своим диалектом, вот, со своим непонятно что. И вот эти иракцы, которые они говорили на своем диалекте, они уже начинают подражать тех. Вот я вам пример дала вот это, я могу повторить. Вот здесь они, Мухаммад Салават, там Мухаммад Жирзха, там где Мухаммад, да? И потом Салават, там Салават Садд, они Син произносят. Понимаете, не синтексис, не фонетики, ничего. И это начинают сами иракцы так говорить. Это просто... Понятно, спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, что я объяснила. Да-да. Понятно. Еще кто хотел бы выступить? Я бы хотел. Да, пожалуйста. Доктура Яфиа. Ну, я как человек, который вообще занимается заимствованиями, да. Я, в принципе, хотел задать вопрос по поводу замещения тюркизмов и персизмов англицизмами, но вы это уже озвучили. У меня немножко иной вопрос. А есть ли какое-либо возрастное маркирование у этих заимствований? Например, может быть, тюркизмы чаще распространены в речи старшего поколения, а молодежь предпочитает англицизм. Ну, что было бы закономерно. Допустим, кахваджи какой-нибудь, это будут говорить люди старшего поколения, а вот молодежь уже будет предпочитать бариста. И пока вы не ответили, я хочу вот комментарий еще Алексею дать. Знаете, я проводил этим летом опрос как раз-таки на тему заимствований. И я вам хочу сказать, что тюркизмы вот в диалекте Мусула присутствовали. На примере слова «мороженое», «дундерма» или «дундерма», там огласовок не было, как раз-таки этот вариант встречался у жителей Мусула. Я не поняла последнее, что вы хотели сказать? Последнее был комментарий просто, я говорю о том, что... Кстати, а как вы называете мороженое на иракском диалекте? Ну, мороженое, это вот называется парадно, можно айси-крем, можно дундерма, можно там мор, там по-разному. Это зависит от что там как-то, это разное. Это зависит от формы, да? Просто да, самый частый был нота, а дундерма, он самый редкий и встречался вот как раз-таки... Ну, дундерма как раз называется, мота называется, легкий стик называется, разное название это есть, поэтому здесь так одним словом не скажешь. Да, ну я вот как раз-таки к вопросу Алексея, что вы на севере, наверное, чаще. Хотя у меня всего 11 человек из Ирака приняли участие, поэтому нельзя это считать репрезентативной выборкой. Так вот, госпожа Яфия, все-таки тюркизмы, они чаще в речи старшего поколения или разницы нет? Все говорят на этом. Все говорят, все, тюркизмы. Хорошо. Спасибо. Я думаю, нет больше вопросов и комментариев. Да, можно поблагодарить только Яфию Хайне за очень интересный доклад и очень интересно то, что исследователь прослеживает еще такой процесс адаптации, грамматической адаптации этих заимствований. Это очень важная тема, как грамматический строй языка принимает новые слова и как он их, грубо говоря, обрабатывает. То есть образуются уже и деноминативные глаголы от именных форм. Именные формы получают категорию числа, рода, по-видимому, в определенном состоянии они получают артикль и так далее. Вот это очень интересный процесс. Не все грамматические системы так быстро обрабатывают заимствование. Так что вот этот процесс тоже очень интересен с точки зрения вообще изучения грамматического строя арабских диалектов. Спасибо. Пожалуйста, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.